Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия По словам руководителя республики, все меры поддержки для семей участников специальной военной операции, принятые на уровне региона, такие как освобождение от транспортного налога, платы за детские сады и ряд других, распространяются также и на семьи сотрудников и военнослужащих управления Федеральной службы войск Национальной гвардии. В Черкесии завершается и благоустройство детской игровой площадки во дворе дома 39 по улице Балахонова. Реализация проекта стала возможной благодаря его победе на федеральном конкурсе мобилизационных и социально значимых инициатив среди местных отделений «Единой России». Проект получил поддержку руководства партии и конкурсной комиссии. На его реализацию было выделено 500 тысяч рублей. Недостающую сумму передали депутаты парламента Карачаева, Черкесия от партии «Единой России» Алексей Ганшин, Василий Поляков и Александр Минасов. Парламентарии посетили объект, чтобы проверить ход работы и пообщаться с жильцами дома и представителями подрядной организации. Раньше здесь была старая детская площадка со сломанными качелями. Сейчас же строители выровняли поверхность, уложили тротуарную плитку и мягкое покрытие, принимаются за установку конструкции. Это значит, что через пару дней самые юные жители дома смогут кататься на новых каруселях. Отметим, что мобилизационные проекты партии позволяют жителям присоединиться к общественно значимым инициативам «Единой России», которые реализуются на местах. И проект по благоустройству детской площадки также был сформирован при участии самих жильцов многоквартирного дома. В ходе продолжающейся на территории Республики прививочной кампании уже провакцинированы более 153 тысяч жителей Карача-Черкесии. Из них 51 тысяча 700 – дети. В состав современных вакцин против гриппа, применяемых в России для иммунизации населения, входят только фрагменты генетического материала, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, и их вполне достаточно, чтобы в организме человека сформировался иммунный ответ. При тяжелом течении гриппа часто возникают серьезные поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных органов и центральной нервной системы. Распространенными осложнениями после гриппа являются синуситы, бронхиты, атиты, обострение и усугубление хронических заболеваний. Тяжелые формы заболевания наиболее часто регистрируются в период эпидемии гриппа, которая ежегодно приходится на зимний-весенний период и обусловлена чрезвычайно высокой активностью циркуляции вирусов гриппа. Поэтому важно, чтобы людей, сделавших прививку, было как можно больше. В настоящее время в республике наблюдается прирост количества заболевших ОРВИ на 19%. В связи с установлением благоприятной в пожароопасном отношении устойчивой погоды и снежного покрова на территории Карача-Чекесии завершился пожароопасный сезон. По данным регионального МЧС, с начала года на землях лесного фонда пожаров не было зарегистрировано. С целью контроля за лесопожарной обстановкой в Минприроды республики в круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба лесного хозяйства во взаимодействии с МЧС, диспетчерскими пунктами муниципальных образований и других оперативных служб. С начала пожароопасного сезона лесными инспекторами проведено несколько тысяч рейдовых мероприятий на протяженности более 500 тысяч километров, направленных на предотвращение и пресечение нарушений лесного законодательства, в том числе требований пожарной безопасности в лесах. Верховный суд Карачао-Чекеси вынес обвинительный приговор местному жителю по делу о покушении на помощника Хабелского межрайонного прокурора. Фигуранту дела назначено наказание в виде 8 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Нападение было совершено в апреле прошлого года в помещении магазина кафе «Оазис» в Черкесске. Злоумышленник подошел сзади к сотруднику прокуратуры, который был в служебной форме, и попытался перерезать ему шею ножом. При помощи других посетителей тот смог отбиться, однако нападавшему все же удалось ранить сотрудника правоохранительных органов. По данным Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Чекеси, со слов нападавшего сотрудник прокуратуры участвовал в рассмотрении дела его брата в суде, и он решил таким образом отомстить. В селе Джагама Карачао-Чекеси продолжается капитальный ремонт сразу двух берегов укрепительных сооружений на реке Ишкакон. Восстановление техдам позволит защитить от воды полторы тысячи человек с их демовладениями и приусадебными участками. Подробности у советника министра природных ресурсов и экологии Республики Медина Поташевой. Общая протяженность двух берегов укрепительных сооружений, на которых ведутся работы, составляет 3376 метров. Работы начались весной текущего года в рамках государственной программы воспроизводства использования природных ресурсов и проводятся в целях обеспечения защиты населения и социально-экономических объектов от негативного воздействия ввод, прежде всего в наиболее поводкоопасных и подверженных подтоплению районах. Ремонт дам позволит защитить 1400 человек, их домовладение приусадебные участки. Общая площадь территории, подверженной затоплению, составляет порядка 55 гектаров. В зоне возможного подтопления также расположены школа, мечеть, администрация сельского поселения, дом культуры, детский сад и другие объекты инфраструктуры села. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия ввод в размере более 1 миллиарда рублей. Многофункциональные центры. Компаниями «Газпром Межрегион Газ Черкесск» и «Газпром Газораспределения Черкесск» было заключено соглашение на предоставление услуг по оформлению документов на газоснабжение. Сейчас граждане республики при покупке, продаже, обмене жилья, оформлении каких-либо документов могут сразу обратиться для того, чтобы сделать себе по сути три основные услуги, которые им необходимы. Во-первых, это договор на газификацию домовладения или жилого помещения. Второй договор о техническом обслуживании внутридомового, газового или внутриквартирного оборудования. Это обязательный договор, который заключается сразу одновременно. И третий договор, это непосредственно «Газпром Межрегион Газ Черкесск» о поставке газа для коммунально-бытовых нужд населения. Лесные субботники прошли на днях во всех пяти лесничествах Карачащики и Сим. Экологические субботники проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов, подготовки к пожароопасному сезону следующего года, а также обеспечения соблюдения требований правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Республики вместе с сотрудниками Кубанского лесничества и экоотрядом кафедры «Лесное дело» провели очистку леса от валежника и бурелома в окрестностях села Пристань. Кроме того, собранный в лесах валежник сортируют и направляют на дрова для нуждающихся. Только одна такая акция, проведенная в окрестностях Пристани, позволила собрать до четырех кубов дров. В Тибердинском национальном парке при финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы построена инфраструктура для хранения сена. На сегодняшний день архийская группировка зубров насчитывает около 40 особей. В летний период животные успешно находят корм самостоятельно, однако в зимнее время найти пропитание сложнее, поэтому животных регулярно подкармливают. Сотрудники Тибердинского национального парка подкармливают рогатых великанов комбикормом и сеном. Чтобы последнее не портилось, было принято решение построить хранилище сена. Ведущий к Софийским озерам тур маршрут обустроен до конца этого года. В рамках работ планируется установить информационные щиты, освещения, а также указатели. Помимо этого, на пешеходных маршрутах будут установлены лавочки, урны для сбора мусора и фонари уличного освещения. Всего на согласование в Минприроды России направлен список из 15 действующих туристических маршрутов с целью их последующего благоустройства. 34 школьника из Корчао-Чекеси принимают участие в военно-патриотической смене для детей и подростков в силах Кавказа в Чечне. Мероприятие проходит с 14 по 18 ноября в рамках программы уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка подростки России. Детей ожидают самые разные мероприятия. Курс молодого бойца в Российском университете спецназа в Гудермесе, скалодром, веревочная тропа, встреча с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, урок по единоборствам, соревнования по волейболу, баскетболу, плаванию, культурная программа и многое другое. В Центре выявления и развития одаренных и талантливых детей «Спутник» Черкеска стартовала очно-интенсивная программа «Химическая идентификация». Здесь собрались юные химики со всей республики. Руководитель профильной программы Майя Асланукова, заведующая кафедрой химии, кандидат химических наук, доцент СКГТА. Данная интенсивная профильная программа предназначена для учащихся 10-11 классов, проявляющих повышенный интерес к химии и собирающихся продолжить образование в учебных заведениях естественно-научного профиля, химико-технологические, медицинские и сельскохозяйственные вузы. До 27 ноября для школьников, отобранных для участия в смене, будет организована насыщенная образовательная программа. Они научатся приемам обращений с лабораторным оборудованием, качественному анализу органических соединений, грамотному использованию веществ и материалов быту, сельском хозяйстве и на производстве, решению практических задач в повседневной жизни, предупреждение явлений, наносящих вред здоровью человеку и окружающей среде. Ну и в завершении информационного выпуска новости спорта. В Каспийске Дагестана прошел чемпионат России по спортивной борьбе грэплинг ГИ, по итогам которого спортсмен из Карачаево-Черкесии Магомед Джарбаев в весовой категории 77 килограммов завоевал первое место. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла. В горах местами плюс 4-9. В Черкесске без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 12. Субтитры предоставил DimaTorzok На этом новостной блок завершен. Его провела Рита Нерова. На правах рекламы. Палундра! Пираты захватили Кисловодск! Захватывающее цирковое шоу с 29 октября в Кисловодском цирке. 2-96-58. Спешите узнать тайну пирата. Вниманию водителей и пассажиров, планирующих поездки в Крым и обратно. На сайте Министерства транспорта Российской Федерации в разделе «Деятельность» во вкладке «Об организации логистики между Республикой Крым и Краснодарским краем» вы можете ознакомиться с вариантами передвижения между регионами. На странице собраны все альтернативные маршруты как для частных пассажиров легкового транспорта, так и для водителей большегрузов. В разделе можно узнать информацию о работе автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, выбрав удобный вариант передвижения. Подробности на сайте mintrans.gov.ru Детям нужно ну очень много для счастья. Сказочные путешествия и добрый волшебник. Заколдованная принцесса. Трехразовое питание с сосульками на десерт. Ездовой папа. И в ямку. Ух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь поддержкой национального проекта «Демография». Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok